Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Собственно, я хотел бы, наверное, указать на некоторые моменты, которые мне кажутся важными. Вот. А дальше вы уже сами, я надеюсь, как-то подумаете, да, и сами, ну, решите, как вам действовать, да, и, ну, как вы хотели бы действовать. Вот. Мне кажется, так будет лучше всего сделать нам. Вот. Смотрите, во-первых, 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 вы свою дочь, как мне кажется, баловали и продолжаете, ну, вот, в какой-то степени баловать. Баловать до сих пор. Вот. А когда человек балует, он привыкает, что всё можно, что всё как бы позволено, да, вот, что всё позволено, вот. И, соответственно, какие-то, вот, ну, границы, какие-то рамки здесь исчезают. Вот. Поэтому, первая стянуть действительно переставит вашу точку баловать, потому что мы начали стараться указать всё её желание. Вот. Это первый и, как мне кажется, довольно серьёзный момент. Вот. Следующее. Не менее важно. Это то, что вы, как мне кажется, не имеете чётких личных границ. Вот. Что такое личные границы? Это, ну, довольно чёткое разделение, отделение, точнее, довольно чёткое отделение себя от другого человека. Вы же используете такие слова, как мы и так далее. Это не способствует, никоим образом не способствует какому-то развитию отношений с вашей душой. Вот. Следующий момент, это вот. А, значит, то, что вы кричите, на неё ругает. Это, по факту, такое вот, значит, привлечение, ну, привлечение внимания получается. Вот. То есть, она привлекает внимание к себе с таким образом. Вот. Это важно понимать и, эм, эм, не покупать, ну, не покупать надо. А вы, мне кажется, именно, вот, что называется, покупать. То есть, вы не, вот, кажется, именно, вот, что называется, ну, прогибаетесь под, эм, под неё. Это вот, когда, ну, когда, эм, позволяете, эм, позволяете, эм, себе это, её ругать и прочее, 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 прочее. Вот. Вот. Потому что, ну, ничего, как бы, хорошего, из этого, для себя, для себя вы не получите, эм, мать какая штука-то. Только, дольше приучаете к тому, к тому, что, ну, вы ругаетесь и успокоитесь, успокоитесь, и всё. Вот. Так получается, что вы человека балуете, с одной стороны, вы её балуете, а с другой стороны, вы ругаете её, когда, ну, тут не позволяете, и идёт какие-то вещи. Вот. Типа, тоже стрички. Я, кстати, не очень понял, эм, почему вы с ней поругались, из-за стрички. Да. И получается, что у человека, эм, возможности, эм, себя почувствовать, именно, вот, почувствовать себя, нет. Понимаете? И, в итоге, вот, получается то, что получается. Я думаю, что вы в какой-то степени уже прошли тот этап, когда, эм, можно сделать не больно человеку. Я боюсь, что вы прошли тот этап. Потому что, слишком долго ей было не больно, когда, э, у вас, э, вот, родилась, э, ещё одна, я так понял. Дочь, э, вам, э, в теории, вы, э, неплохо сделали, что стали, стали выделять, э, внимание, не, старше. Но, э, слишком много, слишком много его, вероятно было. Этого взимали. И, ну, вы, продолжаете, э, таким образом, её баловать, к сожалению. Вот. Поэтому, э, э, такая здесь история. Э, э, я думаю, что, э, именно, э, соблюдение границ, то есть, именно, э, именно, вот, движение в, э, сторону, э, выстраивание чётких границ между вами и дочерью, поможет, э, в эммм, эммм, ей было, м-мм, вид, ну, относительно легче, э, э, жить, эа, вот, ну, попробовать, вот, в свою жизнь, там, и подай, вот. Потому что, ну, очевидно, что сейчас ей жить очень тяжело будет, но она не получает отказов, или она не получает отказов, или она, по факту, там, самая плохая, когда вы ругаетесь, вот. Дальше, вы пишите, что, я пытаюсь объяснить, как нельзя поступать, это бесполезно. Так, я может не бороваться, пытаюсь учить ее чему-то. Учить нужно своим примером, не каким-то словам, понимаете. А ваши примеры, ну, ваши, собственно, примеры поведения, он же больше про угол, кратки, крайности. Вот. И... В этом, на мой взгляд, есть определенное, ну, про цифрыш. Такое. Вот. То есть, вы, как бы, примером, своим примером транслируете одно, а, как бы, вербально говорите другое. Вот. Поэтому... Поэтому, как-то так. Ну, и, плюс, ээээ... такой, знаете, ну, как бы сказать, немало, немало, немало важный момент, да, в том, что здесь, ну, вот вы, как бы, как бы, ну, заинтересованы, то есть, вы заинтересованы сами в том, чтобы дочь велась после себя, ну, условно говоря нам каким-то образом, то есть, вы этого хотите, вот, вам это нужно, для чего-то, зачем, да, вот, как бы, ну, к дочери, к вашей особого значения, особого отношения это не имеет, то есть, вам самое важное, там, как вы говорите, научить, а что если не получится, надо бы этого сделать, вот. Как общаться с дочерью? Ну, собственно, техника ЯСообщения и активное слушание вам поможет. Подробнее у Юлии Борисовны Кэппинрейдер, общаться с ребенком как? Ну, повторюсь, здесь, есть ваши сложности психологические, именно ваши, и решить в первую очередь, на мой взгляд, нужны их, вот, чтобы вы были более, ну, более устойчивы, более стабильны, потому что ваша дочь, судя по всему, пользуется тем, как, как, как вы себя, собственно говоря, ведет, вот. Не, в том числе, в том числе, вот. Такая вот история. То есть поймите, пожалуйста, что дочь ваша себя не чувствует, она отчаянно хочет проверить свои силы, она отчаянно хочет делать что-то сама, и она не чувствует границ дозволенного. Поэтому у вас осталось довольно немного времени, чтобы, чтобы, как бы, ну, чтобы все подкорректировать. Довольно немного времени у вас, да, ну, по сути, последний рубеж, вот, когда вы еще что-то можете сделать. Дальше будет уже сложнее. И дальше ей самой трудятся обращаться к психологу, вот. А это труднее, труднее процесс будет, вот. Так что, идеальный вариант, это, когда вы сами записываетесь к психологу, проходите личную терапию, вот, и уже, так сказать, подготовленные приходите в отношения с дочерью. Выстраиваете их с ней более адекватными способами. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok